Здравствуйте! Сейчас я вам расскажу наша история о том, как я получила визу невесты К1 за 7 месяцев, часть 2. Что делать невеста? В январе 2016 года жених гражданин США, недержатель грин-карты, подал USCIS, Служба гражданства и эмиграции США. 1. Форму I-129F, петиция для иностранного жениха невесты. 2. Форма I-134, подтверждение финансовой поддержки. Что же с невестой происходит? В январе 2016 года невеста гражданка Украины подает в посольство США. 1. Форма DS-160, онлайн-заявка на аниммиграционную визу, проходит медицинское обследование, это второе. 3. Проходит интервью в посольстве США в Украине. 4. Перед отправкой документов проверьте информацию на сайте посольства, куда вы будете их подавать. Так в Украине вы приносите все документы непосредственно на собеседование в посольство на украинском, русском или английском языке. 5. В Москве же вы предварительно отсылаете все документы по электронной почте в посольство и обязательно все документы должны быть переведены на английский язык. 1. Форма DS-160, онлайн-заявка на аниммиграционную визу, я заполнял в начале июля 2016 года. Внимание! Когда вы будете загружать фотографии на сайте для заполнения формы DS-160, фото из фото-ателлии нужно будет уменьшить размер. Вес фото, не форму, 240 кб и меньше. Внизу, под видео, я оставлю ссылку из другого канала об иммиграции в США, где подробно будет описано, как заполнить эту форму и как записаться на собеседование посольства США. 2. Медицинское обследование. Я прошла 25 июля 2016 года. 3. Вам понадобится принести с собой загранпаспорт, 4 фото 50 на 50, военный билет, если у вас есть. 4. Карту вакцинации с печатью клиники, выдавшей карту выписки из амбулаторной карты о проведении вакцинации и перенесенной инфекционной заболевания. 5. Обязательно для мигрантов, не обязательно для лиц, обращающихся за визами типа К. Но все равно принесите, так как когда будете менять статус на постоянное проживание в США, вам справка о прививках будет нужна. 5. Страница подтверждения заполнения визовой анкеты DS-160. 6. Это надо напечатать на отдельном листке. 7. Номер иммиграционного дела. 8. Полный адрес проживания в Украине. 9. Полный адрес проживания в США. 10. Адрес электронной почты. 10. Визовая категория. Они это вырежут и приклеят к вашему делу, когда будете регистрироваться на прохождении мета-смотра. Вот образец. Это все на английском языке. 10. Пройти мета-смотр вы можете по разным адресам. Вот ссылка. Вы можете выбрать сами. 10. Я проходила по этому адресу. Международная организация по эмиграции. 11. Улица Антоновича, 16 В. И вот телефоны. Ссылку я оставлю под видео. Стоимость медицинского осмотра для возрастной категории с 2 лет и младше составляет 155 долларов США. Для возрастной категории от 3 до 14 лет составляет 225 долларов США. Для возрастной категории с 15 и старше составляет 195 долларов США. Стоимость вакцинации оплачивается отдельно. Оплата за медицинский осмотр и вакцинация осуществляется только в украинской гривне. Оплата осуществляется по следующему адресу. Улица Антоновича, 16 В., Киев. Когда я проходила медосмотр, я платила непосредственно в кассе этой организации на Антоновича, 16 В. Поэтому принеси с собой деньги, гривни. Внимание! Пройдено медицинское обследование. Запечатанный пакет. Ни в коем случае не вскрывать. Этот пакет вы принесете на собеседование в посольство в США. Они его там вскроют. Вскрытый вами пакет автоматически аннулируется ваше интервью в посольстве. Третье. Интервью в посольство США в Украине. Я прошла 26 июля 2016 года. Получается, 25 июля я прошла медицинское обследование. И на следующий день я пошла проходить интервью. Результат медицинского обследования вам выдают в тот же день. Этот первый листок к вашим документам – чек-лист. Вы прикладываете этот документ. Ставите галочку. У меня в данном случае было пункт из первого по седьмой. Все остальные не касались меня. Приносите документы в прозрачной папке, без всяких скрепок, железных или корошевателей металлических. Все должно быть листочек к листочку, без всяких скреплений. Загранпаспорт. Свидетельство о рождении. У каждого будет свой образец. Документы от вашего жениха из США. Подписанное заявление от должностного лица банка и другого финансового учреждения, в котором указывается, когда вы вырываете счет, общая сумма, внесенная за последний год и текущий остаток на таком счете. Вот так оно выглядит, это письмо, но не обязательно так должно оно выглядеть. Будет по-разному. Подписанное от вашего работодателя заявление на фирменном бланке с указанием даты и характера вашей работы, выплачиваемой заработной платой и того, является ли это должность временной или постоянной. Так он выглядит. Тоже может быть по-другому. Копия вашей последней подданной Федеральной налоговой декларации или отчет о коммерческом рейтинге, если вы работаете не по найму. W2 Налоговая декларация за 3 года, 10.40. Вот образец. Подтверждение финансовой поддержки форма Ай-134. Вот так она выглядит. И в предыдущем видео я объясняла, как заполнять эти формы. И эти документы тоже я объясняла в предыдущем видео. В моем случае первый и второй пункт были оригиналы, так как мой муж присылал мне документы в Украину, чтобы я подписывала его форму, письмо 129F. И я ему отсылала мое подписанное письмо. А все остальное он присылал по электронке. Поэтому уточните, как вы будете в оригинале предоставлять или же копии. Справка несудимости. Вот так она выглядит в Украине. Этот образец может быть разным. В разных странах и сроки годности тоже. Внимание! Она выдается на все фамилии, которые у вас ранее были. Например, если вы были замужем, то на девичью тоже надо делать справку. В России нужно делать на все области, где вы проживали. Фотографии 4 штуки. 50 на 50. Вот требования к ним. Вы можете остановить видео и почитать более внимательно. В основном отелье они знают. Скажите мне на визу невесты. И они все это знают. Доказательства ваших отношений. За гран-паспорт, с отметками в паспорте вашего жениха, пересечения границы и ваши тоже, чтобы вы подтвердили, что он приезжал к вам или вы выезжали в третью страну и у вас в течение двух лет была хотя бы одна встреча лицо к лицу. Авиабилеты. Ваша и его фамилия, что вы летали в какую-то поездку. Совместные фотографии, что вы путешествовали, какая-то романтика или он вам фотографирует, как он вам делал предложение. Регистрация проживания в отеле, где указывается ваша и его фамилия, даты проживания. Ваша переписка. Это может быть скайп, вайбер, ватсап, твиттер, инстаграм. Вы должны распечатать. Я распечатывала довольно-таки много со скайпа и с вайбера. Подарки. Подарки вы можете сделать фотографии ваших подарков, какое-то колье или какая-то книга, что угодно, что он вам подарил, и принести в виде фотографии, чтобы доказать, что он делал подарки вам. Если он присылал с другой стороны вам поздравления Валентина от цветы, вы оставьте чек компании, которая доставила вам цветы. Тоже хорошее будет доказательство, подарков. И, конечно же, обручальное кольцо. Обязательно его оденьте себе на руку, и когда вы будете проходить собеседование, чтобы офицер, который будет с вами проводить интервью, он мог увидеть это кольцо, и что вы намерены в будущем жениться. Передо мной была девушка, она не принесла достаточное количество подтверждающих документов, у нее не было кольца на руке, и ей отказали в визе невесты. Поэтому будьте внимательны к предоставлению доказательств ваших отношений. Что происходит на самом интервью? На улице перед посольством в очереди у вас проверяют ваш загранпаспорт. Страница подтверждения заполнения визовой анкеты ДС-160. Потом вас проверяют на входе в металлодетекторе. Перед этим нужно снять симметрическое. Пояс на штанах тоже. Потом вы ожидаете во дворе посольства, когда вас позовут в само здание. Там на входе вы опять показываете паспорт и подтверждение заполнения формы ДС-160. Вас регистрируют и выдают номерок электронной очереди. Для визы невесты будет отдельный коридор. Вы сидите на лавочке, и перед вами окошки, как в банке, где сидят офицеры. Вы даже можете слышать, как проходит собеседование у других. Но перед офицером вас вызовут и заберут все ваши документы. Они еще раз переспросят, что это за документы, и дадут листок, где на украинском и английском написано клятва о том, что вы обязуетесь говорить правду на интервью. За вами могут наблюдать по видеокамере. Поэтому изначально, как вы пришли на улицу, к зданию посольства и далее, ведите себя по деловому. Когда вы услышите номер вашего талончика электронной очереди, номер дублируется наверху, над окошками офицеров. Вы там его можете тоже увидеть. Вы подходите к офицеру, после приветствия вы поднимаете правую руку и зачитываете клятву на то, что вы обязуетесь говорить правду на интервью. Затем делайте отпечатки пальцев. После этого офицер задает ряд вопросов. Как зовут вашего жениха? Где работает ваш жених и кем он работает? Кем работаете вы и где вы работаете? Где вы живете? Когда он приезжал в Украину? На какой срок? Когда вы виделись с ним? Для чего он приезжал? В какой город вы собираетесь ехать в США? Если у вашего жениха дети. После он посмотрит ваши документы, которые у него были и которые вы принесли показать. Затем выдаст листок, на котором будет написано «Поздравляем! Вы прошли собеседование и через 2 или 3 недели ожидаете паспорт с визой невесты». Вот так он выглядит. Ваша цель — получить доложданный листок. Не волнуйтесь, будьте спокойны. Я понимаю, что это очень волнительно, но постарайтесь быть спокойными. Ведите себя по-деловому, старайтесь не волноваться, не показывать, что у вас там руки трясутся или ноги, потому что они всё это видят и наблюдают. Цель офицера — понять, вы врёте или вы говорите правду. Если у вас всё правда, то видите, как естественно вы себя ведёте. И мой совет — не делайте им очень яркий макияж или яркую одежду. Они этого американцы не любят. Девушка, которая была передо мной, она была ярко одета, очень яркий мейкап, и она, честно говоря, вела себя очень вульгарно. Ей отказали. Я вела себя спокойно, волновалась, да, может быть, офицер видел. Всё интервью прошло за 15 минут. Поэтому у вас всё получится. Удачи на интервью! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok